А у нас в программе впервые в эфире подробная съёмка вскрытия в Петербурге захоронения императора Александра III. Впрочем, перед тем, как показать эти кадры, короткое объяснение, где речь пойдёт о вещах, в общем-то, очевидных, но зато взрослые успеют куда-нибудь отправить поиграть детей, потому что некоторые кадры, которые мы покажем, будут не для детского восприятия. Итак, император Александр III, известный как миротворец, потому что при нём у России не было ни одной войны, он предпоследний верховный коронованный правитель Российской империи. Последним императором был его сын Николай II, расстрелянный вместе со всей своей семьёй на Урале в 1918 году. Как считается, их останки были обнаружены в 1991 под Екатеринбургом и захоронены в 1998 в Петропавловском саворе Петербурга. Но в захоронении было обнаружено меньше тел, чем было расстреляно людей. И вот в 2007 году на Урале были найдены ещё одно захоронение, как сразу подумали поисковики Цесаревича Алексея и Великой Княжной Марии. То есть, по идее, дети Николая II и, соответственно, внуки Александра III. Но когда в этом году было решено их захоронить, как стало понятно, очень быстро, неизбежно пришлось возобновить уголовное дело. И проводить его теперь по уму, вместе с церковью. Всё, дети ушли, теперь покажем, что обещали. Сейчас впервые в эфире момент, когда в эту пятницу учёные извлеклись в гробнице череп Александра III. Теперь, взяв пробы, можно будет проследить родство, всю цепочку от детей к отцу, а от отца к деду. Но вскрывали могилу не только поэтому. Итак, после долгой, кропотливой, многонедельной подготовки различных обмеров и так далее, специалисты-реставраторы, Государственного музея истории Петербурга, Государственного Эрмитажа, Института археологии РАН, в эту пятницу, 27 ноября, в присутствии священников Русской Православной Церкви, в присутствии представителей Следственного комитета и правительства России, добрались уже и до свода кирпично-каменного склепа. И уже на этом этапе зафиксировано важнейшее – кирпичный свод не повреждён, а вскрытие проводилось в том числе, потому что были такие сведения, что могилу могли вскрыть в советское время. Теперь сделан важный вывод – несмотря на сколы и сдвиги мраморных плит над гроби, предполагаемого вторжения в, собственно, захоронения в советские годы всё-таки не было. В этом убедились и глава Госархива Сергей Мироненко, и епископ Егоревский Владыка Тихон. У нас действительно были опасения, поскольку мы убедились вместе с реставраторами, музейными работниками, историками, в том, что надгробие вскрывалось. Вскрывалось, судя по всему, где-то после революции. Но опасения не оправдались, поскольку было вскрыто только надгробие, то есть верхняя часть. А сама могила Александра Третьего оказалась нетронутой. 120 лет с момента захоронения. Здесь масса что было, война была, да, реставрации бесконечные. Здесь ходит пол абсолютно непотревоженный, лежит прах императора Александра Третьего. Мне, например, это было ясно до всех вскрытий, потому что никаких архивных документов, подтверждающих вот эту легенду о том, что в 20-е годы большевики вскрывали, нет и не может быть. Ну, идём дальше. Под нетронутым кирпичным сводом обнаружили останки деревянной опалубки, а под ними хорошо сохранившийся медный ковчег, который оказался запертым на замки. Это уже совершенно точное свидетельство того, что прах императора более века после захоронения не был потревожен. И далее одно за другим поднимают слевшие покровы. И, наконец, как мы уже видели, извлечён череп Александра Третьего. Следующий этап – за генетиками. В лабораторию отправлены образцы частицы, как раз черепа и зуба. Вопрос – зачем и когда ждать результатов? Я думаю, что сейчас уже мы видим свет в конце туннеля. По предварительным так, прикидкам, вот по окончанию экспертиз, по окончанию работы генетиков, антропологов, историко-архивной экспертизы, ну, так по оптимистическим прикидкам, может быть, это будет конец января, начало февраля. Что касается останков Александра Третьего и получения генетического материала именно от него, здесь были принципиальные соображения. Во-первых, впервые сравниваются генетические материалы, полученные, извлечённые из двух черепов, от черепа Александра Третьего и черепа останков номер четыре, как они в следственном деле обозначаются, которые приписывают императору Николаю II. Это принципиальный момент. Ну, действительно, как знают постоянные зрители нашей программы, в рамках возобновлённого дела об убийстве царской семьи, чуть ранее этой осенью уже состоялась эксгумация того, что в деле проходит как скелет номер четыре, что уже много лет захоронено в Петропавловском соборе, как и останки Николая II, но что вызывало сомнению церкви. Итак, вот он, царский саркофаг с мечами, которые достались за хранение в соседнем Екатерининском пределе, всё того же Петропавловского соборе в Петербурге. Вскрытие и этого саркофага проводилось как должно в присутствии и исследователей, и учёных, и священников по всю общему согласию и с уважением и к останкам, и друг к другу. Учёные тогда взяли для экспертизы небольшие частички, опять же, черепа и нижней части скелета номер четыре, для того, чтобы окончательно развеять легенду о подмене императорского черепа. Материалы сложили в непроницаемые тубусы, а их выпечатаны и пакеты. И вот уже есть официальные результаты. Следственный комитет сообщил, череп и кости скелета принадлежат одному человеку. А ведь ещё раньше независимые друг от друга генетики в России, Австрии и США установили прямую родственную связь отцовства между этими останками и теми, что в 2007 году были найдены в Поросёнковом логе под Екатеринбургом, а там, в стране от главного захоронения, в леске, под Костровищем, были найдены, как, повторяем, уже уверены поисковики и генетики, цесаревич Алексей и княжна Мария, с инициативой о захоронении которых и началось нынешнее новое дорасследование убийства царской семьи. Таким образом, по завершении экспертизы частиц останков Александра III и Николая II будет ещё раз дополнительно обретена генетическая связь отца и сына, а значит, и их детей и внуков. И тогда можно будет похоронить вместе уже всех последних царственных романовых. А тогда и церковь сможет сказать, что вот они останки страстотерпцев. Но не будем забегать вперёд, пусть всё идёт своим чередом, а всё оно и идёт.